Приветствую тебя на своем канале. Сегодня я тебе расскажу, как на одном квесте заработать целое состояние. На момент публикации этого видео баг работает на ура. Не нужно бегать по всей карте, заниматься собирательством, таскать какие-то палки и прочее подобное. Ты сможешь заработать сам или со своими друзьями на все скиллы и любой скин, который тебе понравится. Фарми и ни в чем себе не отказывай. А перед началом этого ролика, прямо сейчас подпишись на канал, поставь свой царский лайкос и жамкай на колокольчик, чтобы первым успеть посмотреть видео и опробовать все фичи и лайфхаки. Ведь тебя ждет еще много интересного. Присаживайся поудобнее и я желаю тебе наиприятнейшего просмотра. Ну что ж, как же заработать кучу монет, сидя на одном квесте? Все достаточно просто. Сейчас я тебе расскажу, как его правильно выполнять и как забагать, чтобы он был бесконечный. Тебе нужен квест на очищение воды. Бегая, выполняя задание, тебе может выпасть личный или групповой квест, если ты находишься возле озера, которое можно очищать. Сразу скажу за небольшой нюанс. В таких местах часто шарится много игроков, поэтому советую это делать, когда онлайн минимальный или в составе сильной группы, чтобы никто не смог вам помешать. Ну или же в каких-то отдельных местах по типу такого, как выбрали мы на этом видео. Короче, смотри. Рассказываю и показываю на своем примере. Нам выпал квест «Очистить воду на ущелье тиранов». На английском это лкад сочетается как Tyrant's Gorge. Такое задание выполняется, если вода в озере загрязняется, то есть перед тем, как попить, у тебя показывается остаток чистой воды в процентах. К примеру, осталось 50% или менее. Очищать воду можно разными предметами. Допустим, на островках или на берегу есть два вида ракушек. Просто подбирай их буквой F и тащи вот в этот источник. Чтобы положить, нужно нажать букву E, то есть доставить в нужное место. Также можно таскать соляные камешки. Ну или же, если у тебя водный динозавр, тогда можешь нырять под воду, ловить рыбу и доставлять ее в тот же источник. За каждый доставленный предмет ты получаешь примерно 3 секунды роста и аж 24 монеты. А теперь самое интересное. Смотри, как же забагать этот квест и делать его бесконечно. Ну пока не надоест, конечно. С одной стороны, это можно считать багом. С другой, нет. Напиши свое мнение в комментарии под этим видео, считаешь ли ты это багом или же нет. Что нужно делать? Просто таскай предметы в источник и следи за процентом очищения воды. Когда процент поднимается выше 90, нужно делать следующее. Просто попить воду из этого же озера. И вот тебе магия. Процент уменьшается за счет того, что я выпиваю чистую воду и ее становится меньше. Пока ты носишь предметы, у твоего динозавра увеличивается жажда. И за счет ее утоления ты снова загрязняешь воду. И так до бесконечности. Просто не доводи процент очистки выше 99% и все. Ты можешь выполнять, пока не накопишь, к примеру, 1010 монет или 15. Теперь у меня возник вопрос. Что же нам дадут за такое бесконечно выполняемое задание? А вот и ответ. 42 монеты и 7 секунд роста? Ну такое. Отдельно спасибо вот этому товарищу за то, что не сожрали нас, а наоборот добавил и пати и помогал выполнять квест. Также за участие в совместном скрине на превьюшку. Так сказать, большой батя и три пиздюка. Ну что ж, подведу итоги. Выполнять квест достаточно просто. Очищаешь воду и тут же загрязняешь тем, что ее пьешь. И так по кругу до бесконечности, пока не надоест или тебя не сожрут. Напиши в комментарии под этим видео, получилось ли у тебя так пофармить и сколько денег ты смог насобирать. И считаешь ли ты это багом, который, возможно, в скором времени пофиксит. Чтоб ты понимал, за час мы нафармили примерно около 3-4 тысяч монет вообще без напряга. Туварищ мой дорогой, на этом я с тобой прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Не пропускай мои видосики. Пока-пока.